Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова По результатам теста предельная норма концентрации паров аммиака в помещении не была превышена. Напомним, что в прошлую пятницу в социальных сетях довольно обширное распространение получило информация о том, что на Гомельском химическом заводе в одном из цехов произошел выброс аммиака. Однако на предприятии случившееся оценили только как производственный инцидент. Примерно в 11 часов произошло кратковременное срабатывание предохранительного клапана склада аммиака с последующим выходом аммиачной воды наружу. Объем примерно составил порядка 50 литров. Силами технологического персонала была устранена вот эта неполадка. Естественно, нейтрализация сопровождается с выделением запаха аммиака, который почувствовали многие, в том числе и работники завода. Это продолжалось не более 20-30 минут, и, собственно, потом ситуация стабилизировалась. Судя по той информации, что нам сказали, работники завода, почувствовав запах, начали говорить своим родным, сообщать, что будьте аккуратнее, что-то у нас пахнет аммиаком, мало ли что, мы сами не знаем, вдруг что-то случилось. Но по факту, как приехали наши подразделения, наши подразделения находились буквально в районе километра, даже меньше, проводили учения на нашей территории, на объездной, есть база, где проводят учения. Они находились там, и в течение 15 минут уже были на месте сообщения. При проведении всех замеров, осмотра территории, ничего обнаружено не было. Предельно допустимая концентрация не зарегистрирована. Днем позже ЧП случилось еще на одном крупном промышленном предприятии Гомельской области. В интернет попали кадры пожара на Мозорском НПЗ. Как сообщили в МЧС, на территории завода горел вакуумный газоль – продукт переработки нефти. Общая площадь возгорания составила 50 квадратных метров. В ликвидации огня участвовало 15 пожарных машин. Пламя потушили в течение 15 минут. Никто из рабочих не пострадал. В результате пожара технологический процесс на предприятии не был нарушен. Причина чрезвычайного происшествия выясняется. Пьянство продолжает уносить человеческие жизни. Не так давно в Мозоре произошел очередной случай роковой беспечности, проявленный под воздействием нешуточной дозы алкоголя. В одной из квартир райцентра смертельные отжоги получили два пенсионера, которые, по словам соседей, редко выходили из состояния похмелья. Пожар в многоэтажке на улице Веры Харужей произошел в половине девятого утра. В полностью объятой пламенем квартире, словно в огненной ловушке, оказались три пенсионера. Когда спасатели прибыли на место происшествия, языки пламени уже вырывались из окон помещения. Сожителя хозяйки пожарным удалось спасти. А вот для самой 62-летней владелицы квартиры и ее 78-летнего гостя это утро оказалось последним в жизни. При проведении разведки спасателями на полу в прихожей был обнаружен и спасен мужчина 1966 года рождения. Впоследствии в жилых комнатах были обнаружены тела мужчины 1938 года рождения, женщины 1954 года рождения. В квартире, расположенной на третьем этаже, был обнаружен пострадавший 1947 года рождения. Пострадавшие были госпитализированы. Диагноз – отравление продуктами горения и ожоги более 50% тела. Шансы на жизнь незначительны. Однако медики продолжают бороться за жизнь пациентов. Часто пили каждый день. Сожитель курил и погибший курил прямо в постели. Причина пожара устанавливается. Однако наиболее вероятная версия – неосторожное обращение с огнем. Это не первый случай возникновения пожара и гибели людей по причине неосторожного обращения с огнем в состоянии алкогольного пенения. По статистике, в большинстве случаев таких происшествий виновными считаются сами погорельцы. За 11 месяцев 2016 года на территории Гомельской области на пожарах погибло 70 человек. 50 – по причине неосторожного обращения с огнем при курении. Это более 70% от общего количества всех жертв. Цифра говорит сама за себя. И как нельзя лучше отражает свойства человека относиться крайне безответственно к своей жизни. В первую очередь стоит задуматься, если в вашей семье курит кто-то из членов семьи или позволяет себе даже уже может быть лечь в постель сигареты, в первую очередь необходимо поговорить просто с ним. Не разрешать этого делать. Либо просить, заставлять выйти на улицу, где-то может быть на балкон, обязательно используя при этом пепельницу. Чтобы не допускать именно самого факта присутствия человека в постели сигареты. Как правило, если человек уже лег, позволил себе один раз в жизни это сделать, ничего не произошло, то он будет делать это и впоследствии уже. Как говорят в МЧС, он уже прошел точку невозврата. Он уже считает, что это норма для него. И рано или поздно трагедия произойдет. В суде железнодорожного района Гомеля прошло сразу два открытых судебных заседания. В рамках первого рассматривалось дело мужчины, который проигнорировал предыдущее более мягкое наказание суда. На этот раз вместо исправительных работ он отправился в места лишения свободы. Второе заседание касалось действий несовершеннолетнего. На оба заседания была приглашена наша съемочная группа. Гражданин Иванов, фамилию мы специально изменили, был осужден к исправительным работам за уклонение от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего сына. На работу он вышел всего несколько раз, после чего запил. Неоднократные предупреждения об уголовной ответственности за невыполнение решения суда ни к чему не привели. В итоге новое дело и новый, более жесткий срок наказания с принудительным лечением от алкоголизма. Вы согласны с тем, в чем вас обвиняли? Да. Ваше отношение к приговору, что будет дальше? Будем справляться. Лечиться будете? На данном заседании присутствовали лица, состоящие на учете уголовного исполнителя инспекции, дабы предотвратить подобные правонарушения, а также чтобы данная категория граждан, состоящих на учете, видела и знала то, за что может быть предусмотрено наказание за данные статьи, за данные правонарушения и преступления. На другом заседании в качестве обвиняемого выступал бывший студент одного из гомельских колледжей 1998 года рождения. Парень состоял на учете, при этом все равно умудрился совершить правонарушение. Избил другого подростка. За хулиганство он будет привлечен к общественным работам в течение 200 часов. Сегодня мы собрали тут подростков, состоящих на различных видах учета, с целью мер профилактического воздействия в дальнейшем на недопущение совершения ими правонарушения и преступления. Смертельный аттракцион в Чечерском районе. Накануне минувших выходных из агрогородка Отер пришла ужасающая новость. Трое молодых людей, привязав к автомобилю гимнастический мат, катались на нем по заснеженным сельским дорогам. В итоге один из участников экстремального заезда оказался в морге, остальные в милиции, включая водителя. Подробности деревенской забавы, которая забрала жизнь у 20-летнего юноши в следующем сюжете. Минувшая пятница стала последним днем в жизни молодого гомельчанина, который приехал в Чечерский район, чтобы повидаться с близкими людьми. Когда встреча состоялась, гостю и одному из его родственников стало скучно, и чтобы не сидеть дома, ребята решили поразвлечься. Взяли отцовскую машину, заехали в Чечерск за своим братом и его женой. По дороге вызвонили друга и отправились в агрогородок Отер, где встретились с еще одним товарищем. Там-то молодые люди и устроили заезд на гимнастическом мате, привязав его веревкой к автомобилю. Экстремальный аттракцион решили протестировать все сразу. Но на повороте импровизированные сани занесло, и одного из участников забавы ударило о мусорный бак. Следствие сейчас выясняет, кому именно пришла в голову столь бредовая идея. Предварительно установлено, что в столь странном катании принимало участие пять человек. В автомобиле находился водитель и пассажир. На мате, прикрепленном на буксировочном тросе к автомобилю, находилось три человека. 20-летний житель Гомеля, а также его двоюродный брат с женой. И при движении автомобиля мат занесло, люди выпали на проезжую часть. И молодой человек, житель Гомеля, ударился головой о деревянное ограждение мусорного контейнера. Супруги, оказавшись посреди проезжей части, отделались, можно сказать, испугом. Но увидев обездвиженное тело родственника, лежавшего около изгороди, сразу не могли поверить в происходящее. Смерть молодого человека наступила мгновенно в результате обширной черепно-мозговой травмы. А говоря простым языком, можно сказать, что часть головы попросту была смята. При этом экспертиза установила, что молодой человек был трезв. В отношении 23-летнего парня, управлявшего автомобилем, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Назначен ряд других экспертиз. Подозреваемые и свидетели происшествия дают показания. Волнейшим провалом обернулась для 21-летнего безработного гомельчанина кража кондиционера высотки по улице Советской в областном центре. Автоматизированная дактилоскопическая идентификационная система AdisDacta 2000 указала на злоумышленника. Сдача цветных металлов на лом была одним из средств существования нигде не работающего молодого человека, проживающего в Гомеле. Житель областного центра специализировался на меди, вот только заготавливал ее необычным способом. Взламывал замки технических этажей многоэтажных домов, на крышах которых размещались ретрансляционные антенны сотовых операторов. А потом выносил из помещений заземляющие шины аппаратуры, трубопроводы кондиционеров, блоки сплит-систем и другое оборудование. Прибыв в составе следственно-оперативной группы на место кражи по улице Советской, эксперт-криминалист на внутренней стороне металлического кожуха раскуроченного кондиционера обнаружил след пальцев рук. У меня был обнаружен корпус кондиционера, в ходе обработки которого специальными порошками был выявлен след пальцев рук, направленный в Адис, и впоследствии установлено совпадение с предполагаемым преступником. После проведения разыскных мероприятий подозреваемый был задержан по месту жительства. Конечно, украденные 90 метров медного трубопровода и другое пропавшее имущество операторов мобильной связи подозреваемый милиции не вернул. Однако в ходе допросов под тяжестью неопровержимых доказательств сознался в содеянном. Подозреваемый совершил ряд хищений краж, которые принадлежат операторам сотовой связи. Данные кражи у него были поставлены на поток. На одной из такой кражи подозреваемый оставил отпечатки пальцев, которые были обнаружены и выявлены. Подозреваемый вину свою признал. Было предъявлено ему обвинение в результате избранного отношения его меры пресечения в виде заключения под стражу. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы сроком до трех лет. На этом все. Вы смотрели де-факто. Рабочая группа программы поздравляет всех телезрителей с Новым годом. Пусть 2017-й будет счастливым и безопасным. До свидания.